Уважаемые участники, а поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, если нас слышно и звук хороший. Спасибо. Отлично, благодарю вас. Юрий, мы готовы начинать. Все, сейчас, секундочку. Продолжение следует. Окей, так. Sorry. Не, камера решила перестать работать. Мой экран всем видно? Да, все отлично видно. Окей, видно тот экран хотя бы. Ну, вы можете его расшарить полностью, сделать вот так. Окей, так видно? Да. Технологии. Тяжело. Окей. Итак. Сегодня мы поговорим про протокол FIDO и про то, как мы будем выбивать пароли в вебе. Меня зовут Аккерман Юрий. Меня зовут Аккерман Юрий. Я специалист в сфере информационной безопасности и идентификации. Вот. Я занимаюсь FIDO и идентификацией уже более шести лет. До этого работал пентестером, разработчиком и системным администратором. Вот. Есть ее в компании WebWorth and Works в Новой Зеландии. Вот. Ну, собственно, мы занимаемся это. Мы специализируемся на разработке и консультации, тестировании решений этой безопасной мультифакторной идентификации. Вот. Я также менеджер технической сертификации FIDO Lens. Вот. И всем являюсь последние уже почти пять лет. Вот. Если вы хотите почитать мои блоги и познакомиться с моими твиттерами или просто написать мне email с вопросами, милости просим от контактной детали. Я кину эти слайды чуть позже в чат. Итак, все, что я здесь скажу, это мое личное мнение и ни в коем случае не представляет позицию моих работателей. Так. Небольший дисклеймер. Мы поговорим сегодня, почему пароль это плохо, почему мультифакторная аутентификация провалилась, что такое FIDO и как оно решит наше приемо будущего, и небольшие демо. Итак, на сегодняшний день жизнь паролей выглядит так. Люди используют легкие, легко угадываемые пароли. Люди после этого переиспользуют эти пароли на всех своих сервисах, на своих ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, банках и все это вместе. И в конце это все, и в конце мы получаем фишинг. То есть эти пароли сливаются, эти пароли крадутся. И в итоге они попадают в такие прекрасные базы данных, как have been found, в которой в данный момент находится более 5 миллиардов уникальных комбинаций логинов и паролей. Если вы не слышали раньше в этом сайте, я его очень сильно советую. Там можно ставить свой email адрес, они вам пришлют, если ваш email будет в какой-то из слившихся базы данных. Какое решение? Это, конечно же, мультифакторная аутентификация. Что такое мультифакторная аутентификация? Значит, есть три вида факторов. Это то, что ты знаешь, например, ваш пароль. То, что ты имеешь, например, телефон, токен и так далее. И то, что ты наследуешь, ваша биометрика, сетчатка и так далее. Комбинация их, собственно, и создает мультифактор аутентификацию. Значит, есть три основных классификации мультифакторных решений. Это всем нам знакомый SMS, который используется повсеместно банками и всеми возможными сервисами. Приложения аутентификаторы, как Google аутентификатор, Microsoft аутентификатор. Если вы играете в игры, то Steam. Steam аутентификатор у них тоже есть, который генерирует одноразовые пароли. И физические токены, брелки, смарт-карты, которые либо производят аутентификацию с помощью сертификатов, либо генерирует сами одноразовые пароли и так далее. И казалось бы, что все уже решено. Дальше уже не надо... Ой, там кто-то... Как обычно, как только мы думаем, что все решено, к нам начинается стучаться фишинг. Так, в чем собственная проблема? На сегодняшний день у всех этих решений есть в корне проблемы, которые делают их фишинг небезопасными. В первую очередь, начнем это с SMS. SMS подвержен фишингу. Почему? Потому что, если вашего пользователя все-таки загнали на сайт, например, вместо того, чтобы зайти на google.com, он зайдет там на phishing.vassepupkin.com, да, то его вы уже не... и он уже ввел свой, то есть логин и пароль, его уже не остановят этот... достать свой телефон и ввести этот же SMS-код, который только что пришел. После этого атакующий возьмет ваш логин и пароль, SMS и войдет в ваш аккаунт, в ваш банк и так далее. То же самое касается приложений аутентификаторов и всех генераторов одноразовых паролей. То есть не все подвержены фишингу. Пользовательский опыт тоже имеет проблемы. SMS достаточно имеет ужасный польский опыт. Пользователи не любят это достаточно гейморно, доставать его и вводить этот код с телефона. То же самое отходится с приложениями. У SMS есть проблемы с приватностью. Мы сами знаем, что раздавая все номер телефона в съемку попало на вебе, вам начинают звонить по продаже квартир, по тому, что вы им продали квартиру, все уже на мошенники и так далее. У SMS есть огромные проблемы с безопасностью, проблемы с SS7, где SMS перенаправляется через внутренние шлюзы провайдеров, проблемы с перевыпуском сим-карт, которые очень печально известны в наших русскоязычных странах и в целом по миру. Так что у SMS есть серьезные проблемы с безопасностью. Покрытие – это не так сильно проблема, наверное, когда ты живешь в одной стране, но когда ты вечно в пути, то это становится действительно очень большой проблемой. И у меня лично бывало такое, что SMS не приходили по 15-20 минут. Так что, да. Это все ввело в то, что в SMS сейчас, например, запрещены NIST, это американская организация стандартов, которая запретила использование него как безопасный метод аутентификации для всех федеральных агентств. То есть они активно от него избавляются. Продолжим спрещение с аутентификаторами. Между ними проблема – это, опять же, общий ключ. Нужно расшаривать общий ключ. Если токующий смог его подсмотреть или каким-то методом его получить, то он сможет иметь доступ к вашему второму фактору без вашего знания. То есть это все очень легко копируется. Требуется синхронизация времени и счетчиков. Это достаточно большая проблема для больших диплойментов. Когда все эти TOTP и HOTP решения прекрасно теряет синхронизацию без сервера в том или ином виде. Это все выходит в достаточно высокую стоимость поддержки, потому что пользователи будут постоянно обращаться, типа у меня там не мог зайти, а так не мог зайти и так далее. Это тоже самое относится и к физическим токенам, брелкам, и в целом всем OTP решениям. Одна из самых больших проблем железных токенов, которые очень часто обладают достаточно повышенными качествами аутентификационных решений, например, через сертификаты, это стоимость. Они достаточно дорогие. То есть те же токены, которые мы видели в предыдущих слайдах, они начинаются от 70 долларов, им нужны специальные сервера. Это очень большие вложения, особенно для небольших организаций. Также они достаточно хрупкие, они даже легко ломаются, и заменять вы будете их за свой счет, а не за счет тех же компаний RSA. Ну и последнее это централизированное решение. То есть это не то, что вы можете взять этот токен, пойти на другой сайт и использовать его там. Вы его подключили к одной системе и там используете. Банкиры носятся обычно с пачками этих токенов, и для каждого банка у них свой подписанный токен, которым пригласил бы это сказать. Я быстро также пройдусь еще по проблеме одноразовых паролей. Очень много организаций идут и инвестируют как бы большие бюджеты, внедрение этого всего, обучают пользователей для того, чтобы начать использовать одноразовые пароли в виде смс или так далее. Но многие не понимают, зачем они вообще это делают. Пример в том, что одноразовые пароли – это не защита от фишинга. Это защита от ботов. То есть, например, у нас есть бот, он сидит в Китае, он находит слитую базу паролей, он берет этот пароль, пытается зайти на сайт, и из-за того, что у вас одноразовый пароль, он не может на него войти. То есть, казалось бы, такая хорошая защита. В реальности на сегодняшний день одноразовые пароли в основном абсолютно бесполезны, потому что боты, масс-фишинги и все остальные malware, они подчуть исчезают. Как минимум, потому что email-провайдеры уже в целом не допускают такие вещи. Боты, опять же, их прекрасно блокируют по IP-адресам, и malware – это очень дорого, достаточно сложный операционный момент. Но взамен у нас есть в цели направленные фишинги, у нас есть хорошо организованные хакерские группы, которые прекрасно убедят ваших пользователей самим скачать malware и установить его под виды TeamViewer агента или всего остального. Поэтому хакерам сейчас в данный момент легче сделать легкий фишинговый сайт, и в эти ваши системы вне зависимости, там есть одноразовые пароли или там просто пароль. Вот. Я просто пропишу это, просто слайд показывает то, насколько люди не любят это. Эти все токены генерации на разовых паролей. Короче, на сегодняшний день мультифактор интимфикация – это как горячие путевки в августе. Собираешь, думаешь, едешь на Багамы, а прилетаешь в штормовой сезон с не самым лучшим all-inclusive. Значит, какое решение этому всему? Это как простые для использования, безопасные, открытые стандарты безопасности, как протоколы FIDO. Значит, быстро FIDO-Альянс. Этот альянс был организован в 2013 году. Он имеет почти 400 членов, включает в себя достаточно больших игроков, как Google, Microsoft, Visa, PayPal, IBM, HIDES. Стандарты FIDO сейчас являются уже ISO и ITF стандартами, и им ежедневно пользуются более миллиарда людей. Вот. У FIDO есть три основных стандарта – это UF, U2F и FIDO2. U2F и FIDO2 – они более браузерно центрированные стандарты, где UF – это именно чисто мобильное решение. Вот. U2F – это, опять же, фишинг безопасный, они все фишинг безопасные стандарты. Он производит только второй фактор, то есть его нужно использовать в связке с паролями. То есть таким образом, если вы хотя бы добавите U2F, то это, как минимум, уже уберет опасность фишинга. И позже вы поймете, почему. Ну и в основном только в железном варианте, то есть в виде этих ключей безопасности. UF – тоже фишинг безопасный, у него добавляется возможность без парольной идентификации и появляется возможность верификации транзакции, что важно, например, для банков и PSD2 индустрии. И с версией 1.2 у него есть некоторая совместимость с FIDA2. FIDA2 – это последний протокол FIDA-альянса в 2018 году. Тоже фишинг безопасный, беспарольный. У него есть возможность платформенного аутентификатора, то есть Windows-устройство и Android – это устройство сейчас уже имеет встроенные платформы идентификаторы, то есть вам даже не обязательно покупать ключи безопасности во всех случаях. Он обратно совместим с U2F. То есть если у вас есть FIDA2 сервер, то вы сможете использовать более старые U2F ключи. Теперь мы поговорим о том, какой пользовательский опыт мы видим. Идеальный пользовательский опыт с точки зрения FIDA-альянса – это пользователь ввел имя, тапнул свой палец и зашел. Просто, ненавязчиво, как бы идеально, я бы сказал. На уровне железа это выглядит так. У нас есть FIDA сервер, он генерирует вызов, это отправляется к клиенту, и на клиент это вызывает клиентские API, либо WebAuthend JavaScript API, либо платформенные API, и через них получает доступ уже к внешним аутентификаторам, будь то железные аутентификаторы или платформенные. Значит, на уровне протокола. Первый уровень – это вызов-ответ. Все стандарты FIDA… Стандарты FIDA… Стандарты FIDA… Прошу прощения. Все стандарты FIDA являются… Вызов-ответ стандартными с цифровой подписью. То есть сервер генерирует вызов и отправляет его клиенту. Клиент передает этот вызов аутентификатору, и тот подписывает вызов приватным ключом и возвращает подпись серверу. Сервер находит ключ, публичный ключ у себя в базе данных, и верифицирует, что подпись на вызове была совершена именно тем приватным ключом. Второй уровень – это защита от фишинга. На этом уровне мы добавляем сессионную информацию. То есть клиент получает вызов и добавляет к нему, например, домен, с которым был произведен вызов. Это опять же подписывается, и подпись сессия возвращается серверу. Сервер подтверждает подпись с помощью, опять же, публичного ключа, и затем подтверждает информацию о сессии. Например, что домен был соответствующий. То есть если, например, там был не google.com, а vasepubkin.com, то мы сможем увидеть это в сессионной информации и таким методом обнаружить фишинг. Для защиты от повторений аутентификатор также добавляет счетчик, который увеличивается после каждой криптографической операции. То есть каждый раз, когда у нас успешная криптографическая операция, мы увеличиваем счетчик. Эта информация возвращается на сервер, и сервер проверяет, чтобы значение счетчика было всегда выше, чем в прошлый раз сохраненное. Прошу прощения, мне что-то сегодня надо. Дальше для того, чтобы сохранить приватность пользователя, потому что если вы увидите на этой диаграмме, у нас тут только один приватный ключ. Это была бы, конечно, серьезной проблемой для приватности, так как мы, если бы, например, слили две базы данных, скажем так, у нас есть какой-то журналист, который расследует какую-то коррупцию, и там какую-то базу данных сливают, где он там использует псевдоним, и слили базу данных, например, в Facebook, то можно сказать, что это один и тот же человек, потому что у него один и тот же публичный ключ. Для защиты от этого у нас есть встроенный механизм приватности, который генерирует новую пару ключей и идентификатор для каждой уникальной регистрации. Потом эта информация, то есть новый публичный ключ, и новый идентификатор влияет в сервер, и сервер сохраняет это к учетной записи. Во время аутентификации мы отправим этот идентификатор вместе с вызовом, то есть он отправляется это, и аутентификатор находит приватный ключ за счет того, что он использует идентификатор плюс домен. То есть это не то, что ты сможешь зайти с любого сайта и вызвать подпись именно этого приватного ключа, ты должен иметь и правильный домен, и правильный ключ. Таким образом, это защищает от очень множества атак и, в первую очередь, как бы денонимизацию и так далее. Последнее – это аттестация. Это не так важно большинству пользователей, но это важно в более enterprise-решениях. Например, если вы банк, то, скорее всего, вам очень важно знать, какую именно модель аутентификатора использует ваш пользователь, чтобы это была, например, сертифицированная модель, а не что-то, что пользователь склепался в гараже и вот. Поэтому для этого все аутентификаторы FIDO используют в какой-то мере аттестацию. Значит, это выглядит в виде партийного сертификата, который находится на устройстве. Он генерируется один на сто тысяч устройств и приватного ключа этого собственного сертификата. Значит, во время регистрации мы подписываем всю информацию именно аттестационным ключом и возвращаем сертификат вместе с ответом. После этого мы находим по аттестационной информации метадату, в которой находится информация типа какой тип, кто вендор, кто производитель, какие качества безопасности у этого аутентификатора есть и верифицируем сначала подпись ответа, а после этого верифицируем весь сертификационный путь на то, что это именно неподмененность аттестации, а именно было подписано, например, HITES, Yubico и так далее. Значит, FIDO поддерживает все возможные вариации верификации, то есть как бы ты можешь использовать PIN. Я сейчас объясню, что именно подразумеваем под верификацией. И PIN можно использовать и отпечатки, и сетчатку, и лицо. Корейские и израильские наши компании используют еще этот кисть, так что в верификации есть множество видов. Теперь немножко объясню, что такое верификация и что такое аутентификация. Значит, верификация – это когда ты доказываешь истинное знание, что ты знаешь пароль. Аутентификация – это когда ты заказываешь подлинность чего-то, что это хорошая бутылка профицудского вина, и она была именно сделана в Бордо. Значит, как это выглядит со стороны FIDO? В пароль аутентификации есть аутентификация и верификация, потому что ты доказываешь свою аутентичность за счет того, что ты верифицируешь свое знание какого-то секрета. Поэтому аутентификация равна верификации. В FIDO ты доказываешь сначала свою… ты верифицируешь себя за счет пароля или биометрики устройства своему. Это может быть твой телефон или ключ безопасности. А после этого это устройство отправляет аутентификационное доказательство уже серверу. То есть таким методом получается это два отдельных процесса. И чем это хорошо? Это то, что ты можешь использовать и PIN, и биометрику, и все возможные решения на устройстве. Вот. Но сервер никогда этого не будет знать. Из-за того, что сервер получит, это то, что да, я провел типа верификацию, верь мне. Таким методом мы можем не волноваться за то, что наши пароли будут сливаться, что наша биометрика будет уйдить куда-то в непонятное место. Какие решения есть? Это есть ключи безопасности, kydesky, ubico и WBM. Приложения. Вот. И приложения UF и все возможные. И также платформы-интификаторы. Как я уже сказал, ваши Android-устройства и ваши Windows-устройства, они являются уже фактически аутентификаторами FIDO. FIDO сейчас поддерживает все достаточно популярные браузеры. Все популярные браузеры и достаточно популярные браузеры. То есть, Chrome, Firefox, Edge, Safari. Вот. Даже Яндекс-браузер поддерживает его, да. Я проверял. Сейчас есть две основные платформы. Это, собственно, Windows, Windows Hello и Android. Две платформы, которые сейчас поддерживаются. И он поддерживается множеством сайтов. Вот. Я думаю, Олег поговорит об этом более позже об этом. Но, да. Короткая демо о том, как выглядит, например, UIF. Сейчас секундочку. Это пример из LinePay. Это очень популярная мессенджер и пеймент-система в Азии. Японии, корее особенно. Вот. Здесь вот мы сканируем QR-код на то, чтобы купить какую-то еду. Вот. И после этого вот, собственно, приходит такой как бы invoice. Вот. Мы его подтверждаем. Вводим PIN или делаем биометрическую верификацию. И вот, собственно, произошла верификация транзакции. FIDA 2 U2F демо. Вот пример, как HiDesk используется, например, для логина в систему. Вот. В данный момент вводится клиентский PIN, который, получается, шифруется и отправляется к аутентификатору. Аутентификатор его верифицирует. И это разблокируется и, собственно, дает пользователю войти. Вот. Пук. И мы вошли. Ну и очень такое демо, как работает платформный аутентификатор. Здесь мы видим, мы заходим, вводим пользователя. Потом происходит Face ID verification. Да. То есть вы смотрите в эту камеру. И все. Мы зашли на сайт. Итак, итоги. Пароли – это плохо. Пароли нужно хранить. Пароли нужно правильно хешировать. Что очень много компаний забывает о том факте, что нужно правильно хешировать. Нужно не хранить их в открытом виде. Для многих все еще это новость. Хотя первая публикация по этой теме вышла более 50 лет назад. Одноразовые пароли – это достаточно бессмысленное вложение. Хакеры больше не интересуются ботами. Фишинг работает гораздо более эффективно. Да. И фишинг становится все более сложнее детектировать. Как я уже сказал, маловарь уходит из имейла. То есть фишинг начинает просто тихое, спокойное общение с вами, с вашими пользователями. И вы этого потенциально можете даже не замечать до того момента, когда все пойдет к крахам. Ну да. Опять же так и становится более профессионально. Появляются более развитые, более профессиональные хакерские группы, которые знают, чем они занимаются. Вот. Ну и FIDO – это будущее уже сегодня. У FIDO есть доступная API, развитая экосистема, большой объем деплоймента, много white paper. И это, и хорошие примеры, как они это убивают фишинг. Вот. И это решение специалисты. Такая короткая самореклама. Вот. Мы открыты. Вот. Я, собственно, как я уже сказал, мы открыты для бизнеса. Вот. В данный момент эта компания из очень многих людей, включая меня и меня, то есть пока что компания из ни одного. Вот. Шестилетний опыт работы с FIDO. Я это проработал с более 400 сертификациями. Проконсультировал сотню компаний. Вот. Разрабатывал решения UF, U2F, FIDO2, WebOcean. Это все спаривалось в ADC и всем, чем возможно и невозможно. Вот. И, конечно, это также опыт внедрения в решения с FinTech, например, в PSD2, в некоторых блокчейн-решениях. Вот. И самое важное это то, что мне не интересует абсолютно нести какую-то чушь и давать вам вещи, которые вам не нужны. Вот. Поэтому я концентрируюсь на потребностях и эффективности решений для каждого бизнеса. Вот. И если у вас есть вопросы, то я за вопросы деньги не беру. Мне не нужны какие-то контракты на это. Просто напишите мне email. Вот. Опять же, технические вопросы, базовые вещи. Я абсолютно это не является проблемой. Twitter, веб-сайт, email. Пишите. Небольшое количество ресурсов. Тут очень много как бы моих ресурсов, но это потому, что я достаточно активен в нашем комьюнити. И я в целом, собственно, Awesome Web Authent – это такое собрание всех лучших ресурсов, которые есть по Fido. Вот. И, собственно, мои посты на Хабре, мои посты на английском языке на Medium. Вот. И все возможные другие ресурсы. Спасибо. Юрий, спасибо большое. Олег, передаем вам слово. Пока вопросов нету, поэтому переходим к коллеге. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Олег Науменко. Я руководитель компании HIDIS. Мы разработали решение, которое называется HIDIS Key, которое сегодня представим вам, и как мы решаем проблемы без парольной аутентификации. Значит, в реальности сегодня существует большое количество способов аутентификации, которые мы активно используем каждый день в нашей работе. Мы используем много паролей, мы используем одноразовые пароли, мы все имеем бейджи, смарт-карты. И при этом у нас есть очень много разных легаси и устаревших систем, которые поддерживают современные способы аутентификации, такие как Fido. При этом все равно есть уже достаточно много современных сервисов, в первую очередь таких сервисов от Google, Microsoft и многих других больших вендоров, которые уже активно переходят на беспарольную Fido аутентификацию, и ими приятно пользоваться. Но что поделаешь, жизнь очень разная, и есть куча всего, что еще тянет нас назад. Решение HIDIS покрывает все задачи аутентификации в корпоративной среде, начиная от стандартных юзкейсов, когда один пользователь может использовать свой ключ на разных машинах в компании, и в то же время на одной машине может работать большое количество пользователей. Мы покрываем задачи по двухфакторной аутентификации использования не только Fido, но и OTP генераций. Мы повышаем продуктивность. В нашем случае пользователь не должен знать свои пароли, не должен их вводить руками, не должен их менять каждый месяц. Все это происходит автоматически. Мы повышаем управляемость системы. У нас есть менеджмент сервер, который удаленно позволяет управлять всеми учетными записями. И также у нас есть синхронизация с Identity Management системами, например, с Active Directory. Сам по себе HIDIS Key – это маленький беспроводной токен. В текущей модификации это имеет Bluetooth подключение, Bluetooth 4.0. Новая модель, которой мы прямо сейчас, неделю назад закончили сертификационный процесс, будет иметь все три транспорта, а именно Bluetooth, USB и NFC. Сам по себе токен – это такой универсальный ключ, который совмещает в себе функциональность менеджера паролей. Все пароли, все логины хранятся непосредственно в памяти нашего устройства. Выполняет задачи двух факторов на аутентификации, а именно может сгенерировать 6 цифр и автоматически по Bluetooth вставить в нужное поле в вашем веб-сервисе. Выполняет функцию автоматической блокировки и разблокировки компьютера, когда пользователь уходит с рабочего места и возвращается на рабочее место. По Bluetooth можем понять расстояние между пользователем и рабочей станцией. Также у нас есть возможность заменить ваши существующие бейджики и карточки для доступа в помещение. То есть Hi-Disk Key – такой универсальный аутентификатор, который состоит из трех частей. Первое – сам по себе аппаратный токен. Также у нас сейчас уже есть первая генерация нашего программного токена, как приложение для мобильного телефона iOS и Android. У нас есть клиентское приложение. Для полной функциональности нашего решения нужно его поставить. Клиентское приложение на рабочую станцию. И последнее – у нас есть управляющий сервер, который связан с Active Directory, который можно синхронизировать группы пользователей, отправлять, удалять, менять все пароли удаленно, без участия пользователя. Решение Hi-Disk покрывает задачи аутентификации целого рабочего дня. Начиная от задачи доступа в помещение. То есть можно зайти в офис с помощью Hi-Disk ключа. При этом ваша вся существующая инфраструктура SKD остается как была, просто меняется сама карточка на Hi-Disk ключ. Hi-Disk Key может выполнить вход в компьютер. Есть разные use case, я дальше в этом расскажу. Как можно входить очень быстро, супер быстро и очень удобно. Есть возможность вводить логины, пароли в разные системы, веб-сервисы, приложения на локальной машине, на удаленной машине, Remote Desktop, VDI, вне зависимости от какой-то особой специальной интеграции. По сути, любое приложение, любой веб-сервис, где нужно пройти авторизацию, мы можем это сделать. И также мы позволяем сделать одну из важных функций, это автоматический лог или логаут с рабочей станции, когда пользователь встал и ушел с рабочего места. По многим security policy это must-have, блокировать рабочую станцию, когда пользователь вышел с рабочего места. Решение Hi-Disk, по сути, покрывает и включает в себя функциональность двух существующих категорий продуктов, которые сейчас представлены на нашем рынке. В первую очередь, это решение по двух факторам аутентификации. Есть разные вендоры. Они предоставляют токены, которые могут делать OTP, которые могут делать смарт-карты. Также у нас есть полностью функциональность менеджера паролей. То есть один Hi-Disk ключ это не только второй фактор, это еще и хранилище всех паролей от всех сервисов приложений. При этом все пароли хранятся не в облаке, не на компьютере, а непосредственно в ключе каждого отдельно взятого сотрудника. Особенности решения. Первое. Беспроводность. Есть у нас вариант Bluetooth, NFC. Для особых специальных случаев есть USB в новой модификации. Ключ для физического доступа. То есть можем заменить обычные смарт-карты для доступа в офис. У нас есть реализована беспарольная аутентификация по стандарту FIDA. В двух вариантах FIDA UTF и FIDA 2. Мы позволяем автоматически вводить логин-пароль без участия пользователя. Просто нажимаешь на кнопку и получаешь результат. Мы позволяем выполнить вход в компьютер просто по касанию. То есть называется proximity authentication. Просто подошел к компьютеру и ты можешь сразу зайти. Отошел от компьютера, автоматически его заблокировать. У нас есть решение, которое открывает возможности детального аудит-лога. Что происходит в системе, кто где, когда авторизуется. С какими способами аутентификации. Есть ли какие-то подозрительные ситуации. Есть возможность интеграции все это в корпоративную систему и синхронизации с Active Directory. А также есть там дополнительная функция как тревожная кнопка. То есть по нажатию которой можно все компьютеры в рабочей сети, все ключики, все токены заблокировать и никто никуда не зайдет, пока администратор не разрешит. Ценностное предложение. Для менеджмента в первую очередь повышение продуктивности для персонала, потому что сотрудники больше не знают пароли, не тратят время на то, чтобы их нужно вводить руками, нужно менять каждые 30-60 дней. Все это происходит автоматически. Решение HIDIS полностью соответствует стандартам как HIPAA, GDPR, PCI DSS, которые требуют strong authentication в реальной среде. Для IT персонала мы повышаем безопасность, минимизируя человеческий фактор. Потому что, опять же, сотрудники не знают пароли, не могут никому их рассказать, записать на бумажку, придумать простой пароль. Все это решается без участия пользователя. Пароли все равно есть, но они хранятся в памяти ключа и никто их не знает. Для финансового департамента, в первую очередь, наше решение значительно дешевле, чем существующие конкуренты, которые сейчас представлены на рынке. Особенно, если сравнивать два в одном, двухфакторную модификацию менеджера паролей, наш продукт будет раза в два дешевле, чем вот эти два отдельно взятых. Ну и для сотрудников мы решаем головную боль и позволяем выделить больше времени для основной работы, а не на выполнение правил и требований безопасности. Покажу короткое видео, как это смотрится. Вход в офис, просто пикнули к существующему замку и зашли в офис. Подошли к компьютеру, можно просто подошли, можно прикоснулись к USB-блюз адаптеру и автоматически зашли в компьютер. Дальше в различных веб-сервисах, приложениях, по нажатию на кнопку на самом ключе или горячих рекомендаций клавиш на клавиатуре можем ввести логин, пароль и сгенерировать OTP для разных сайтов и сервисов. У нас есть реализация стандарта FIDA, который сейчас уже массово используется в продвинутых современных системах, в инфраструктуре Microsoft, например. Также есть уже интеграция с VDI инфраструктурой, с CITIC решениями, с VMware, с remote desktop. Ну и напоследок мы делаем автоматически блокировку компьютера, когда пользователь сделал пять шагов назад, компьютер автоматически блокируется. На этом мое демо закончено. Я предоставляю слово Юре. Юра расскажет подробнее о сравнении технологии FIDA с технологией SmartCard. Олег, есть один вопрос. Да. А решение с цифровой подписью доступно? Да, решение с цифровой подписью уже доступно. В Украине мы его делаем совместно с локальным вендором компании EIT. Можем подробнее рассказать об этом на персональной консультации. С нового года будет доступна новая модель, которая будет включать себя в одном корпусе, в одном аутентификаторе сразу весь функционал. Менеджер паролей, OTP-генератор, цифровая подпись и FIDA-аутентификатор. Сейчас пока это два отдельных продукта. Отдельно цифровая подпись и отдельно аутентификатор. Коллеги, вы можете оставить в вопросе галочку «Я хочу получить персональную консультацию» и с вами свяжемся и более подробно ответим на все ваши вопросы. Спасибо вам. Юрий, передам слово вам. Спасибо, Олег. Одну секундочку. Олег, а можешь сделать свою презентацию? Вот мне немножко нужно времени. Хорошо. Спасибо. Хорошо, я тогда расскажу чуть-чуть дальше. Олег, я прошу прощения, еще один вопрос. Пока вы не начали, задает Александр. Насколько я знаю, HiDisk поддерживается не на Android и в Windows. Как насчет Linux? Просто HiDisk сам по себе полное корпоративное решение не поддерживается, к сожалению, сейчас для Linux. Но если мы говорим про технологию FIDA-аутентификации, то есть поддержка FIDA на Linux. Надо просто отдельно смотреть, какие сервисы вы хотите использовать на Linux для авторизации. Но если вопрос Linux очень важен, принципиальный, мы можем подвинуть наши приоритеты с точки зрения разработки и включить это в наш roadmap. Пока таких больших запросов не было. Спасибо. Все, не задерживаю вас. Начинаю. Спасибо. Я хочу поговорить о рыночных решениях, которые сегодня используют FIDA-аутентификацию как новый стандарт, который полностью заменяет смарт-карты и многие другие стандарты аутентификации. Для обычных предприятий FIDA-стандарт открывает новые возможности безопасной, удобной аутентификации в различных сервисах. То есть спецификация FIDA уже поддерживается в первую очередь Google и Microsoft. С недавнего времени, буквально с апреля этого года компания Apple тоже присоединилась к FIDA-альянсу и последние версии macOS и iOS тоже поддерживают FIDA-аутентификацию по USB протоколу или по NFC протоколу в случае с мобильным телефоном. И это открывает совсем другие возможности даже для маленьких компаний, когда нужно иметь удобный и безопасный способ аутентификации, но при этом не хочется тратить много денег на какую-то инфраструктуру, на систему управления учетными записями. Для банковских структур стандарт FIDA тоже открывает новые возможности. То есть это значительно удобнее и безопаснее, чем смарт-карты, чем OTP-токены. Еще раз, FIDA-аутентификатор имеет три транспорта – USB, Bluetooth, NFC, а также есть возможность программной реализации на телефоне, когда непосредственно телефон пользователя может быть его ключом. Коммуникационная компания тоже активно сейчас внедряет технологию FIDA для аутентификации как сотрудников, так и клиентов. Это массово используется в различных онлайн-сервисах как способ аутентификации сотрудников и клиентов. Для государственных структур тоже есть очень много применений и в Штатах, и в Евросоюзе, и в Азии. Чуть подробнее об этом сейчас расскажу. Для медицинских компаний стандарт FIDA уже имеет определенное место и внедрен в разных корпоративных системах медицинских организаций. Для учета доступа к данным пациентов, потому что вы знаете, там privacy очень важно, там есть свои строгие regulations, такие как HIPAA. Так вот, FIDA-стандарт полностью ему соответствует и помогает проходить аутентификацию сотрудникам медицинских учреждений очень быстро, легко, удобно, без больших затрат времени на аутентификацию. Если перечислить все сервисы, которые сегодня поддерживают FIDA-аутентификацию, мне не хватит и 100 слайдов. Тут вот сейчас можете видеть только некоторые из них. Там самые яркие – это все Google-сервисы, YouTube, Ubuntu, кстати, тоже поддерживают, если говорили про Linux. Все Amazon-сервисы, AWS имеется в виду, IBM, Microsoft, соответственно, и многие другие. Про использование на уровне государства в Евросоюзе сейчас есть такое движение, которое называется IDAS. Вот это электронный идентификатор, который сейчас массово внедряется в государственных структурах, как уникальный идентификатор пользователя, гражданина на территории всего Евросоюза. Тоже он построен на основе технологии FIDA. Для Google-сервисов сегодня есть полностью поддержка FIDA-аутентификатора. Google, кстати, выступил один из первых основных драйверов технологии FIDA еще с 2016 года. Все сотрудники Google используют FIDA-аутентификатор как основной, единственный способ аутентификации в их корпоративной инфраструктуре. Благодаря внедрению этого стандарта они полностью избавились от фишинга, от malware, сократили в 10 раз затраты времени и денег на поддержку инфраструктуры по аутентификации, по обращению пользователей. Их просто больше нет. Все стало очень просто, понятно, пользователям удобно и не вызывает никаких проблем в использовании. То есть они сначала все это испытали на себе с 2016 года и сейчас начали активно внедрять уже во всех своих сервисах. А, ссори. Сейчас надо чуть-чуть. Да, есть. Microsoft полностью поддерживает FIDA-аутентификацию, а именно беспарольный вариант, который называется FIDA-2. Значит, с 2019 года все продукты Microsoft, начиная с Microsoft Windows 10, Azure Active Directory и все сервисы Office 365 поддерживают FIDA-аутентификацию. Сегодня Microsoft вступает одним из основных дайверов вообще технологии FIDA, внедряя эти решения в различных вертикалях, в образовании, в медицине, в банковской среде. Вот, и в целом, как бы, один из таких основных апологетов технологии FIDA. Юрий, ты можешь продолжить? Да. Одну секундочку, сейчас настраиваю. Олег, у нас есть несколько вопросов. Да, давайте. Если хакеры взломают сервер аутентификации, они получат все пароли? Если мы говорим про FIDA-сервер аутентификации, там паролей нет. Да, в случае с FIDA паролей не существует. Есть криптография приватного публичного ключа. Приватный ключ хранится непосредственно в памяти каждого отдельного аутентификатора, который находится в руках пользователя. Сервер аутентификации, соответственно, хранит только публичные ключи этих аутентификаторов и проверяет их на валидность. Спасибо. Еще один вопрос. Как осуществляется аутентификация, если пользователь работает дома и по VPN заходит на свой рабочий ПК? Как он удаленно разблокирует офисный ПК? Первое, если он стучится в офисный ПК через VPN, там тоже можно настроить аутентификацию по стандарту FIDA. Добавляется специальная функциональность FIDA-сервера. То есть есть разные решения, которые через RADIUS коннектятся, через SAML протокол подключаются. Или стандартные инструменты, такие как Citrix, VMware, уже полностью поддерживают FIDA-аутентификатор. Отлично. Спасибо. Спасибо, Олег. Юрий, вы готовы? Да. Отлично. Это будет достаточно короткая презентация. Меня нормально слышно? Да, все отлично. Достаточно короткая презентация. Не будет настолько она веселой, как прошлая. Потому что это достаточно в данный момент развивающаяся тема. Вот. Ну, короче. Я считаю, что FIDA-2 – это в целом достаточно смарт-карта замедлительная. Вот. Пропустим эту часть, пропустим эту часть. Значит, мы поговорим немножко о основных фичах FIDA-2. Это не будет сильно технически, это признаться. Вот. Поговорим, как работают смарт-карты. И поговорим, как пошагово можно избавиться от смарт-карт с помощью FIDA. Итак. Значит, FIDA-2 – это последний стандарт FIDA-льянса. То есть он только недавно выпущен. И при том факте, что он обычно, ну, ассоциируется в основном с вебом, как я показывал раньше, у него есть некоторые критерии для вот немножко в сторону мобильных, немножко в сторону вот более интерпрайса, чего у U2F вообще нет. Вот. FIDA-2 включает в себя основные две спецификации. Это Setup-2. Это вот низкоуровневый протокол, по которому ты общаешься с унификатором. То есть как бы у тебя есть Bluetooth, как транспортные протоколы, и вот поверх них у тебя есть специальный протокол, вот Setup, через который ты общаешься. Ну, и также WebAuthn API – это WC3C стандарт, это JavaScript стандарт для управления аутентификаторами. Вот. Но также FIDA-2 включает в себя очень важные фичи. Это возможно сделать беспарольную аутентификацию. Это производится за счет того, что FIDA-2 аутентификаторы, они имеют возможность производить верификацию пользователя. Это может быть в виде наличия биометрического метода верификации, то есть как бы не только отпечатков пальцев. Я видел, например, у одной из корейских компаний есть даже для это, для сетчатки. То есть ты сидишь и смотришь в аутентификатор. И также возможно сделать клиентский PIN, что было показано в демонстрации HIDIS ключа, когда ты просто вводишь PIN на компьютере, он расшифруется, отправляется на устройство и разблокирует устройство. И потом в устройстве, получается, в ответе устанавливаешь флаг верификации в true, и отправляешь это на сервер. Сервер таким методом, значит, что верификация действительно прошла. И таким методом ты можешь, ну, как бы так и получается, произошло два фактора. Доказательство наличия владения и доказательство либо знания пароля, либо биометрики. Вот. Также есть возможность локальной аутентификации. Это в стандарт была добавлена специальная провизия, которая делает, это получается, как то, что мы называем rolling HMAC authentication. То есть получается обновляемая аутентификация через обновляемый HMAC. То есть специальный extension, при котором аутентификатор генерирует внутренний HMAC ключ, и ты, получается, даешь ему два вида соли, и он, получается, хеширует соль и возвращает тебе хеш этой соли, и потом в следующий раз ты просто, вот, и сохраняет его. И ты в следующий раз, когда ты заходишь, то компьютер снова отправляет тебе эту же соль, ты снова их хешируешь, отправляешь, и компьютер отправляет, что ты возвращаешь одну и ту же соль. Вот. И ты потом просто заменяешь ее за счет того, что ты отправляешь две соли, одну старую, одну новую. Возможно, внешний пин, как я уже сказал, про клиентский пин, и одна из вещей – это то, что называется RK, Resident Credential, или то, что лучше понятно – это аутентификация в один клик. То есть в реальности на сайты можно зайти за счет просто нажал. Вот, и все. То есть, вот. И в будущем это Enterprise-аттестация, которую мы сейчас с вами обсудим. На сегодняшний день, как работают смарт-карты? Значит, в первую очередь, то есть у нас есть смарт-карта, у которой есть PIF или PKCS сертификат со всеми требуемыми ISN-атрибутами, да, в котором могут быть какие-то корпоративные security policy, какие-то корпоративные атрибуты, которые референсит информацию внутри корпоративной среды. Во время, то есть, опять же, происходит вызов-ответ, да, опять же, аутентификатор подписывает вызов, возвращает ответ, подписывает вызов, возвращает подпись, возвращает сертификат с этим. Вот, и сервер, и сервер, или даже вот компьютер сам по себе может верифицировать сей вызов, извините, верифицировать сей ответ за счет самой обычной верификации пути. То есть, подтвердив… Сегодня не мой день. Прошу прощения. То есть, просто верифицировав весь путь, как бы, сертификаты, которые вернул, вернул смарт-карта, и, собственно, субсертификат и корневой сертификат, который находится в реестре на компьютере. Вот. После этого, после того, как, например, это происходит, верификация на уровне домина, домина возвращает ответ, например, тикет-серверу, который дает вам тикет, и с помощью этого тикет, с помощью билета, да, с помощью этого билета вы можете получить доступ к привилегированным ресурсам, да, это к… Вот, например, через Kerberos можно зайти, например, на внутренние сайты, вот, можно зайти на внутреннюю инфраструктуру, да, HTML и так далее. То есть, это то, как работают в данный момент смарт-карты. Вот. Соответственно, от чего нам нужно избавиться, это от локальной, то есть, каким-то образом заменить локальную верификацию, домину верификацию и каким-то методом подтвердить аттестацию. Итак, значит, наш гол, наша цель – это начать смарт-карты и закончить только FIT2. Значит, первое, что нам нужно… Первое, что… Это я вам рассказываю по своему личному опыту. Вот. Недавно я работал со мной с компанией в Штатах, вот, где мы, собственно, производили этот процесс. Первое – это заменить смарт-карты на мультипротокольные ключи. Вариарка HIDESK, который поддерживает это PKCS, аутентификацию, да, или вот YubiKey, который тоже поддерживает это CE. То есть, они поддерживают не только FIDA2, но и смарт-карты. Такие методы мы просто берем и переводим сначала пользователей на эти устройства, но все еще продолжаем использовать внутри смарт-карты. Это, во-первых, помогает пользователям адаптироваться к этому, потому что для них это непривычно входить в систему с помощью таких устройств. Поэтому это даст возможность как бы поработать с ними, найти болевые точки и помочь пользователям легче заходить в систему. Вот. Второе – это то, что нам нужно решить, какую архитектуру мы будем использовать в своем решении. Я в основном говорю только с точки зрения Microsoft, потому что, когда мы доходим до темы macOS и Linux, то там, как мы все знаем, это просто месиво из всевозможных решений в плане менеджмента политик и так далее. Поэтому мы выбираем с точки зрения Windows, и я думаю, в будущем это перейдет в таком же похожем виде на эти системы. Значит, первое – нам нужно выбрать, или мы хотим гибридную архитектуру, например, Azure Active Directory вместе с локальной Active Directory, или мы хотим использовать офисную локальную решение, где мы не используем Azure IT, а используем, например, локальный Active Directory с локальным FIDA2 и с ADFS. Значит, в чем плюсы, например, гибридного? Это в целом легкая синаграция. Microsoft сделали достаточно неплохую работу в этом плане. Это все опытным специалистам настраивается достаточно внятное время. Вот, то есть это самая простая интеграция Active Directory с Azure ID, вот, с включенными эти device writeback и некоторыми фичами, вот, в котором есть достаточно хорошая продвинутая поддержка, вот, и которая дает вам также Windows Hello for Business вместе с FIDA2. Минусы, конечно же, особенно в реалиях наших рынков, это стоимость. То есть, как бы, это будет стоить, лицензии, конечно же, будут выходить в 30 долларов на человека, как минимум, это то, как я знаю. Альтернатива, конечно же, это использовать более локальный. Вы получаете независимость, вам не нужно все хранить в облаке. Дает некоторую гибкость в решении, так как у вас есть более тонкая настройка в FIDA2, и для некоторых решений это может оказаться гораздо более важнее, чем Azure. Вот, но это также стоит времени на разработку интеграции, и как, вот, и в данный момент, как бы, не все это еще могут делать. А, вот, как, Олег? Олег? Да, да. Вот, как я знаю, вы это как раз делаете, правильно? Да, да, у нас есть. Так, чтобы перепроверить. Вот, значит, гибридный, для того, чтобы произвести гибридную интеграцию, нам нужно настроить ADFS, Azure Active Directory, и, собственно, это локальную директорию вместе, нам нужно настроить Windows Hello for Business через политики GPO, вот, то есть включить, и, собственно, активировать девайс в writeback, который разрешит, собственно, синхронизацию атрибутов устройств с локальной политикой и облачной. Вот, и нам нужно разрешить, очень важно, биометрику в GPO, и через Active Directory, вот. И после этого в Authentication Policy с Azure мы можем включить FIDA2 и начать перерегистрировать пользователей на FIDA2, то есть, как бы, у всех это все будет продолжать работать, мы просто берем пользователей, начинаем их по чуть-чуть инролить, вот, через просто, через самые обычные, как бы, настройки у пользователей же самих, это можно, если правильно произвести тренинг, то пользователи сами могут себе это настроить. Вот. И по чуть-чуть уменьшаем количество используемых PIF и PKCS сертификатов в системе до того момента, когда мы можем это просто все отключить и по чуть-чуть начать убирать, как бы, за счет убирания этих шаблонов и так далее. В итоге мы получим, за счет этого мы получим офлайн-аттинификацию за счет того, что наш компьютер будет поддерживать Windows Hello for Business. мы сможем использовать один и тот же ключ для веба, как и для компьютера, вот, через FIDA2, и это можно будет захотеть еще на сайт с помощью Windows Hello. Просто посмотрел в камеру и зашел на сайт. Вот. В локальной интеграции нам нужно будет настроить ADFS, и это локальный FIDA2 сервер, или, собственно, использовать продукты кого-то из поставщиков, как, ну, HIDES, да? Вот. Это, собственно, будет, ну, ADFS, собственно, будет обращаться к FIDA2 серверу. То есть вы, получается, будете производить аутентификацию через ваш локальный FIDA2 сервер, вот, и после возвращать эти авторизационные атрибуты в ADFS, которые, вот, собственно, будут потом выдавать тикеты и так далее. Опять же, все еще настраиваем Windows Hello for Business, включаем это, включаем биометрику, настраиваем это Group Policies, и тоже начинаем перерегистрировать на это пользовательное FIDA2, но это уже будет все зависеть от той системы, которую мы используем, и процессы уже будут, ну, отличаться от уже Active Directory. Вот. И то же самое, по чуть-чуть уменьшаем количество PIV PKCS. Но логин на сайты, вот, можно будет сделать через Windows Hello и ключ, но нету такой возможности, но, опять же, в данном, опять же, это пока что в данный момент, то есть такие решения все еще прорабатываются, как я знаю, что у HIDES такие решения как раз есть, как и у других компаний, это, то есть, есть возможность прикрутить все еще FIDA2, но это не идеально, то есть это все еще в работе, как бы Microsoft был первым, Microsoft имеет большие команды, Microsoft может позволить себе сделать гораздо больше, чем, ну, все остальные. Вот. Вот важная часть, которая будет, которая одна из маленьких вещей, которые уже публичные, о которых я могу пока что говорить, потому что FIDA2.1 еще не вышли, но некоторые моменты уже были опубликованы там в W3C. Значит, появляется возможность сделать это, Enterprise-аттестации. Как я уже показывал в прошлом, то есть, есть у нас аттестация, которая доказывает, которая доказывает, как бы, помогает определить модель устройства. FIDA2. Но иногда нам нужна не только модель устройства, нам нужно четко знать, что вот устройство, которое вот у пользователя, оно было выпущено вот нами, то есть, мы его дали пользователю, а не Вася Пупкин, да, то есть, а не он пошел купил свой собственный HIDESK и внес себя в свою же систему. То есть, нам нужно знать, что supply chain у нас очень строгий. До этого возможности такой сильно не было, кроме как, ну, контролировать его вот реальности и лично приносить пользователю его аутентификаторы. В 2.1 есть возможность через специальное дополнение устанавливать свои собственные сертификаты, вот, то есть, Enterprise-аттестацию, да, то есть, нам можно опять же запихнуть тот же PIF, тот же PKCS, вот, и вот за счет этого получается контролировать, что аутентификаторы, которые были выпущены, они именно ваши, вы, это ваша цепочка. Это не значит, что пользователь больше не может использовать свой аутентификатор для, там, пробива логина на сайты, все дальше отлично, прекрасно продолжит работать, он сможет все так же уходить в свои Фейсбуки и так далее, это вот без каких-либо последствий для своей приватности, вот. То есть, отлично, когда вы обязаны использовать, например, PKCS и PIF, вот, государственные организации, вот, все, кто работает с FIPS, такие вещи там требуемы, вот. У вас есть более жесткий контроль инвентарем, что у вас в системе бегает, вот. Ну, и приватность все еще сохранена, потому что единственное, где эта аттестация будет доступна, это только на тех сайтах, где через политики, которые вы смогли установить, вот, ну, есть собственное разрешение. То есть, например, если у вас есть компьютер, который вы сами дали пользователю, то есть он в вашей директории, вы дали, установили ему флаги через GPO, что, типа, там, что, типа, мы разрешаем, там, Enterprise-аттестацию для вот таких вот доменов, там, example.com, там, corporate example.com, там, аттестация example.com и так далее. То только для вот этих вот сайтов и только на этом компьютере вот с этим GPO это будет разрешено. И все. Никакие Фейсбуки, никакие Твиттеры, никто еще не смогут получить доступ к Enterprise-аттестации. Вот. И опять, если кто-то, например, из, кто-то, например, другой получит доступ к аутентификатору, то на его компьютере это, опять же, не будет работать, потому что компьютер не будет частью вашей директории, соответственно, не будет соответствующих политик безопасности. Ну, и опять же, как пример, то, что я уже показывал ранее, как бы, здесь пример того, как вход в домен производится с помощью HIDESK. Да, это все идет через Azure. Это в данном примере это именно был Azure Active Directory? Олег? Да, да. Это было через гибридный Azure или это именно на устройство? Через клаудный Azure, да, доступ в корпоративную устройство. Да. Вот. Так что вот так вот выглядит логин для ваших пользователей. Это вообще не учитывая тот факт, что на этом же ноутбуке есть считыватель отпечатков пальцев, и в многих моделях есть еще считыватель для лица. Вот. Так что это ключ только, например, для то, что называем roaming или путешествующих сценариев. Что, например, очень удобно, например, в сценариях, как если у вас, например, пользователи любят по какой-то причине, например, менять свои рабочие места, да, или у вас есть множество рабочих мест, где пользователь может находиться, это дает возможность ему перезайти на другой физический компьютер с помощью этого же устройства. Я еще допишу сюда ссылки. Вот. У меня там просто очень большой список, и вот, который описывает вот, собственно, все это, и докину некоторые видео от Microsoft, которые показывают, как они это все делают и так далее. Вот. Такая коротенькая вещь, это говоря, это... Если у вас есть какие-то более углубленные вопросы по поводу, как это все происходит и какой это опыт вот у пользователей с нашими партнерами, то задавайте. Юрий, спасибо большое. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы отправим, конечно, всем вам follow-up letters, записи данного вебинара и с презентациями, которыми поделятся наши спикеры. Пока вопросов нет. Я хочу добавить маленький момент. Если кто-то захочет получить образец, записывайтесь, пожалуйста, на персональную консультацию. Мы с радостью сделаем вам пилотный проект и поделимся нашими образцами.